Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Ну что, всем еще раз доброе утро. Здравствуйте. Я напоминаю, что в 16 часов обязательно выйдет повтор программы. Но вот она сейчас выходит у нас в 11 с повтором в 16. Поэтому, если вы слышите ее в неурочное время, не волнуйтесь. Она выйдет обязательно и в 16 часов. Ариэль Резник-Мартов, врач-психолог-психотерапевт нашей студии. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. Или добрый. Психиатр. 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 И вот «Золотой глобус» буквально прошел для нас этой ночью. И было довольно забавно видеть, что впервые во времена ковида, карантина, пытаются каким-то образом приспособить эту церемонию даже к этим условиям. Все звезды сидят у себя дома, ну, разодетые, в общем, в какие-то наряды. Хотя вот были и случаи, даже, по-моему, Билл Мюррей, актер комедийный, он в гавайской рубашке абсолютно, ну, наверное, его бы не пустили на красную ковровую дорожку. А так вот дома он себе позволил расслабиться, и, в общем, он выходил в эфир, ну, в таком совершенно неформальном виде. Для многих это стало таким, ну, каким-то таким тоже вот абсурдистским моментом, что вместо привычных выходов в свет с красными дорожками, с церемонией позирования фотографом, звезды, ну, вот надевали эти наряды просто перед камерой и получали награды, не вставая, можно сказать, со своего кресла из дивана. Ну, вот такое, да, вот время ковида, карантина, в котором мы живем, чудаковатое время, непонятное. Я думаю, непривычное и абсурдистское ни одно и то же. Я думаю, то, что нам кажется абсурдом, не всегда таковым является. Ну, просто люди приспосабливаются ко всему, к процветанию, к голоду, к болезням, к войнам, ну, к всему. О чём сегодня хочется говорить? Одна из очередных особенностей, что ли, реакции человека на ситуацию карантина, на ситуацию ограничений. Люди лишены привычных развлечений и даже привычные зависимости несколько людей ограничены в реализации. И это одна из завис, которая стала проявляться своеобразно и больше во время карантина. Это игровая зависимость или лудомания. Напоминаю, это зависимость, включённая в международную классификацию болезней. И отведено в свое время, место. Это люди, для которых зависимость от самых разных азартных процессов. Неважно, это казино, игральные аппараты, игра в карты с живыми людьми. Тотализатор даже, кстати. И игра на рынке ценных бумаг и ещё множество. Всё является зависимостью, которая начинает менять или, скажем так, калечить привычную жизнь человека. Что происходит сейчас, как всё за последние годы начали люди к этому применяться? Раньше всё было достаточно понятно. Это казино и это залы игральных аппаратов. С этим как-то, знаете, каждый процесс имеет контрпроцесс. Они совершенствуются в борьбе друг с другом. Ну, допустим, с казино нашли подход, когда появилась возможность пойти, написать заявление, что просишь закрыть тебе вход в казино, и тебя в любые казино в нашей стране перестают пускать. То есть ты лишён доступа, и тебе уже легче. Куда направляется потом твоя энергия? Это же другой вопрос. Какую зависимость ты находишь, но играть ты не играешь. Что стало происходить сейчас? В казино можно не попасть, но появились такие замечательные вещи, как онлайн-казино. Но они же тоже, по-моему, регистрированы, должны быть лицензированы, их деятельность должна регулироваться. С доступом всё намного проще. Они могут быть в любой точке земного шара. Они могут быть в точке земного шара, и там заявления тебе не очень помогают. Кроме того, есть такая вещь, как тотализатор, которая тоже, в общем-то, ничем не ограничена. И вот люди, которые остались дома, которые лишены выхода эмоций, какого-то канала, куда можно направить свои тревоги и переживания, обретают выход в этих онлайн-играх. Я так скажу вам, достаточно тяжёлая вещь, потому что у нас ещё есть замечательная вещь, как быстрые кредиты. То есть, в общем-то, не выходя из дома, ты можешь получить прямо на свою кредитную карточку достаточно приличную сумму денег и не один раз. Если ты идёшь в казино, у тебя есть некая сумма, ну, ты её ограничен. Ты проиграл, и казино, скорее всего, в долг не даст. Когда-то раньше, в дикие времена, ничем не регулируемые казино давали людям в долг, и их долги нарастали в страшных количествах. Теперь человек, сидящий дома перед экраном компьютер, становится беззащитен перед всем этим. То есть, у тебя возникает этот импульс, влечение очень импульсивно, и этот импульс реализуется моментально. То есть, мы практически вернулись вот в те самые 90-е, можно сказать. Даже хуже, даже хуже, потому что в тех же 90-х, ну, хоть какие-то ограничения были. Сейчас этим намного тяжелее. Как работает логика зависимого человека? Известно классическое определение, что любая зависимость – способ ухода от проблем. То есть, есть что-то в нас, что нас тяготит, что вызывает тревогу, есть вещи, которые мы должны решать, есть ситуации для нас болезненные и так далее, и так далее. Но ими заниматься очень неприятно. О них хочется забыть. Но нам на всем хочется забыть о реальности. И тут, исходя из того, каковы личностные особенности, предпочтения человека, каждый сам выбирает себе зависимость. Некоторые еще ухитряются и сочетать, получается, комплексные зависимости. Но есть люди, у которых игра наиболее привлекательна. Звонок? Да, у нас есть звонок. Да, пожалуйста. Доброе. Алло. Да, доброе. ПТА, да? Да. Не знаю, с вами говорил или нет. Но я сейчас снова звонил в банк, Владима Банк. Они говорят, мы не понимаем, зачем эти вся информация. Я ничего не понимаю. Вы говорите, я с вами говорила... Нет, извините, вы, наверное, не совсем по поводу... Не по адресу. Мы не про банки. Да, мы говорили о том, что вот есть люди, у которых игра становится привлекательной. Именно игра как зависимость. Это интересная вещь. Мы как-то посвятим отдельную передачу. Недавно были такие исследования, что на самом деле мы всегда считали, что то, чего мы хотим, это то, что нам доставляет удовольствие. Оказалось, что это не совсем так, потому что спросить игрока, получать ли он удовольствие от игры. Я очень часто спрашиваю своих пациентов, играющих, попробуйте ответить себе, что вы ищете в игре, что в этом находите. Обычно звучит слово адреналин. Адреналин – такое название химического вещества, это не эмоция. Попробуйте описать, что же там происходит. И насколько я понял за эти годы, которые имеют дело с играющими людьми, игра – это твой шанс на какой-то момент ощутить себя героем и победителем. Люди, мало знакомые с игровой зависимостью, все думают, что это о деньгах, что это просто люди, которые хотят денег. Более того, сами игроки часто тоже говорят, ну, как, заработать иду, за деньгами иду. Но, как только мы начинаем о этом разговаривать, мы понимаем, что деньги совершенно не причина, они скорее повод оказаться в этой игровой ситуации. Что происходит с игроком? Он приходит в игру с мыслью, кто-то, что хочет заработать денег, кто-то только начинает интересоваться, чаще, если люди давно уже играют, у них мысль заработать деньги и отдать какие-нибудь долги, или порадовать своих ближних, которые долго обделяли. Но на самом деле, и мы к этому всегда приходим, в тот момент, когда начинается игра, и неважно, это столы в казино, игральные аппараты или онлайн-казино, в этот момент деньги для тебя существовать перестают. То есть, как сказал один мой пациент, деньги – это такое топливо, на котором работает игровой автомат. Если мы приходим за деньгами, мы их берем, если мы их выиграли, мы с ними уходим и с ним делаем что-нибудь полезное. Или если мы видим, что деньги не идут, а только проигрываются, мы останавливаемся и уходим. Беда играющего человека в том, что он остановиться не может никогда. Он остановиться не может никогда, потому что, если он проиграл, что-то внутри не может с этим смириться, он должен отыгрываться. Известная поговорка – не за то отец сына бил, за то, что играл, за то, что отыгрывался. То есть, смириться с поражением совершенно невозможно. Поэтому надо отыграться любой ценой, взять в долг, что-то продать, заложить и так далее. Если человек выиграл, как ни странно, вроде бы он пришел с деньгами, все возникает мысль, а может, можно еще. Мне везет. То есть, всегда находится оправдание для того, чтобы не прекратить этот процесс игры. И он действительно неостановим. Максимум, что может быть, когда человек на какое-то время останавливается, останавливается, он может даже взять деньги, он может уйти с ними, но, скорее всего, на следующий день он с ними придет и проиграет все, что выиграл, и плюс еще что-нибудь. И мы задавались вопросом, почему это происходит. Я всегда спрашивал, что для вас в игре самое привлекательное, какой момент для вас, вот эта острота, осмысленность происходящего, каким вы себя в момент игры чувствуете. И для подавляющего большинства, это было слово, я себя чувствую победителем. Вот это ощущение победы. Для большинства игроков, в те времена, когда это все происходило в казино или в игральных залах вживую, очень важна была аудитория. Когда вокруг есть люди, которые видят, что ты выиграл. И их восхищение или зависть, или вообще любая реакция усиливает ощущение наслаждения от этого момента. То есть получается, что это такой заменитель, я не знаю, спортивных достижений, момент защиты диссертации, совершение гениального открытия, дирижирование огромным симфоническим оркестром, когда дирижер выходит на поклон публике. Какой-то такой эрзац, заменитель. Это заменитель любых достижений. Абсолютно любых достижений. Потому что играющий человек, стремящийся, для кого-то так важна победа, это человек, берущий реванш, пытающийся взять реванш за что-то, что произошло совсем в других обстоятельствах в жизни. То есть это, на самом деле, некая попытка исцелить свою самооценку, которая таким образом неисцелима. Потому что человек, как сказать, люди, которые пытаются недосып компенсировать перееданием. Недосып не проходит, и лишний вес прибавляется со всеми сопутствующими болезнями и проблемами. Здесь та же история. Пока человек не понимает, какую на самом деле проблему он пытается решить, игра затягивала всё глубже. Всегда получается одна важная вещь. Чем больше ты наслаждаешься победой, тем больше ты страдаешь от поражения. Интересно, у меня был знакомый, который работал крупье в казино, и он как-то в моменты откровения рассказывал о совершенно безумных реакциях игроков, когда в момент проигрыша его могли ударить, но затем этот скандал обычно заминался тем, что ему давали какие-то деньги. Или же, если человек выигрывал, он тоже мог швырнуть буквально пачку денег, вот крупье на чай, то есть вот эти какие-то моменты, он говорит, что его поражали, вот реакция людей такого рода. И реакция такова. И известная история, что, не знаю, как сейчас, а раньше в казино хорошо знали постоянных игроков, людей, которые тратили большие деньги, проигрывали тысячи и десятки тысяч. И таким людям было можно много, и крупье заранее были приучены терпеть, не потому что им это нравится. И даже не вся потому, что они получили какие-то чаевые вознагражды, и всем необязательно. То есть крупье могли обматерить, крупье могли планомерно издеваться, швырнуть ему пеперницей. Я подозреваю, что это так же, как выигрыш в казино, это такой способ исцеления израненной самооценки. Это ощущение доминирования власти над кем-то. Это тоже чувство победы. Тоже чувство некого превосходства над окружающим. Но поскольку казино понимает, что лишь бы человек ходил, продолжал проигрывать свои деньги, поэтому крупье объяснялось, что они должны, ну, если кто-то не доходил до членовредительства, или когда поведение игрока начало мешать другим игрокам, тогда вмешивалась какая-то служба безопасности. Но да, крупье достаточно тяжелая профессия. Что интересно в играющих людях? И что есть некоторая часть несправедливости и искаженности их восприятия окружающего мира и его логики? Ну, во-первых, удовлетворение от победы, оно длится намного короче, чем чувство депрессии и дискомфорта от проигрыша. То есть твой выигрыш дает тебе этот подъем, твой выигрыш делает тебя особенным, сильным и в твоих глазах заслуживает восхищения. Но это короткое чувство. Ты его испытал, тебе хочется его испытать снова. Потому что ты снова берешь те самые деньги и снова бежишь играть. Как ни досадно, с проигрышем совершенно другая история. Человек выходит из казино или откуда угодно. Он выходит опустошенный, без денег. На него обрушивается это. Что же я натворил? Чаще всего с тем долгом мириться невозможно, он пытается быстрее взять кредит, одолжить у кого-то деньги и снова вернуться к игре, чтобы от этого исцелиться. Не всегда возможно. И у людей начинается тяжелая депрессия, и у людей начинается безмерное чувство вины. К сожалению, чаще всего оно приводит к тому, что ты снова идешь играть. Потому что эта чувственная депрессия не всегда приводит к желанию лечиться или попытаться что-то изменить. Но, опять же, как же не парадоксально, в памяти у игрока, который продолжит играть, у себя сохраняется момент выигрыша. То есть, я же выиграл, значит, это может произойти еще раз, еще раз, еще раз. Поражения куда-то уходят. Они откладываются, они проявляются интересными способами, они проявляются этим уровнем депрессии, которые так или иначе поддерживаются. Они появляются тем, что я знаю, что я проигрываю, поэтому я не имею права тратить много денег. То есть, очень характерно для игроков, они начинают экономить на всем. На еде, на одежде, много на чем. Лишь бы оставить какие-то деньги, якобы я сберегаю деньги, я как-то исправляю ущерб, который я причиняю. Что, конечно же, иллюзорно. Но воспоминания, я же выигрывал, человек дает возможность идти играть снова и снова. Дает ему оправдание для себя, я хочу это повторить. В каком-то опыте много лет назад крысам подключали к мозгу, ходили то, что тогда называли «центр удовольствия», туда вживляли электроды, и крыса могла давить на педальку, она получала туда импульс, испытывала вот это острое ощущение и давила на педальку снова и снова. Как свидетельствует участие эксперимента, крысы могли в итоге умирать от усталости, голода и жажды, потому что этот импульс перекрывал все базовые потребности организма. Что-то похожее происходит и с игроками. Чем усугубляется ситуация вот сейчас в условиях ковида? Что всегда старались сделать казино, зал игральных аппаратов и тому подобные вещи. Тяжело расставаться с реальными деньгами. Ты достал из кармана купюры, поставил, потратил, а ты настоящий живый день чувствуешь, что ты теряешь. Уже давным-давно, очень давно, казино придумали фишки. Ты обмениваешь живые деньги, такие красивые пластмассовые жетончики с разным номиналом. И как бы уже ты играешь во что-то ненастоящее. С игральными аппаратами тоже когда-то было, когда ты в аппарат кидаешь живые деньги. И хозяева этого бизнеса очень быстро поняли, что с живыми деньгами расставаться намного болезненнее. Поэтому ты тоже покупал жетончики. Или ты мог заплатить какую-то сумму в кассу, и тебе на аппарат выставляли какие-то запаски каких-то очков. Даже не денег, очки. Ты не тратишь живые евро или что-то другое. Ты тратишь какие-то загадочные абстрактные очки. Что обычно даже не значит, одно евро – это одно очко. Одно евро может быть 10 тысяч очков или 500 очков. То есть ты теряешь чувство живых реальных денег. Что происходит с людьми, играющими сейчас, платящими с кредитной карты? У них тоже нет чувства реальных денег. Они тоже отсутствуют. Это когда-то описывали мои знакомые, переехавшие из Советского Союза только в Америку, и еще не понявшие вкус кредитной карты. И получили кусочек пластика, и ты можешь просто везде, как волшебной палочкой показывать пластик, врези, и тебе получишь, ты получишь то, что тебе нужно. Пока мы поняли, как это работает, у нас накопилось тысяч 20 долгов, которые мы потом долго и мучительно отдавали. вот с играми нынешними онлайн-казино, тотализатор, происходит та же самая история. У людей отсутствует чувство реальных, не только их прихода и ухода. Ты берешь быстрый кредит, на твою карточку, на твой счет падает какая-то сумма. Ты ее в руках даже не подержал, ты эти купюры не видишь. Это некий набор абстрактных цифр, которым ты и оперируешь. В этом смысле это не те цифры, которыми ты платишь за еду, за жилье, то, что ты заботишься о своей семье и так далее. Это просто набор абстрактных цифр. На самом деле очень трудно отличить от просто компьютерных игр. Это некая занятная, очень захватывающая у тебя игра. И когда это происходит, с чем мы начали в условиях ковида, когда человек сидит дома, это тоже еще одно удаление от реальности. Оно какое-то в квадрате или в кубе. То есть ты играя уже уходишь от реальности денег, от реальности переживаний, ощущений. А если ты еще и дома, что всегда происходило в казино? Это поколение работали над этим и серьезных профессионалов. Одна из отличительных особенностей казино, это создать чувство некой иллюзорной реальности. Все, кто бывали в казино, говорят, что в казино нет окон, через которых видна улица. Ты даже не видишь, какое время дня и ночи. Нет часов. Нет часов. Пол покрыт каким-то однообразным узором. Тоже немножко такое ощущение не гипнотизирующее, но такое. Он такой серий, его смотреть особо не хочется. Это как серая реальность, а вот столы, они яркие. Там стоят крупье, очень часто это молодые привлекательные, чаще всего это молодые привлекательные девушки или молодые привлекательные мужчины. Это яркие фишки, это яркая расцветка столов и так далее, и так далее. Кроме того, обычно в казино не секрет, что человек, который играет, он может получить бесплатную выпивку, какие-то закуски и так далее. и это тоже ощущение некой придуманной иллюзорной реальности. Ты попал в сказку, что в жизни все должны заплатить за то, что ты ешь и пьешь. А тут ты в сказке. если я могу просто так получить то, за что везде надо платить, значит, я могу и деньги получить просто так. Я не заработаю их, я не заработаю умом или талантом или еще чем-то. Я сделаю ставку, и на меня упадет вот это вот счастье. Причем, что часто говорили игроки, вот это ощущение выигранного, оно куда важнее, чем заработанного. Потому что заработанное это неинтересно. Заработает, совершаешь какую-то однообразную работу. Заслужил, получил. А победа, этот выигрыш, это делает тебя очень особенным человеком. Все кругом зарабатывают, все выходят на работу, то или иное зарабатывают. А вот ты, знаете, это выражение «любимец фортуны», ты получил просто так. Вот это одна наша передача была о магическом мышлении. Магическое мышление это очень про игроков. Есть набор примет, набор суеверий, они наделяют очень всегда известная история про людей, играющих в кардин аппараты. Аппарат одушевляется. он вот мне дал сегодня, или не дал, или я должен его дожать. Я сейчас проиграл, я попрошу никого за него не сажать, я пойду еще за деньгами, я его должен одолеть. То есть аппарат превращается из аппарата машины из какой-то программы, превращается в какого-то личного врага и соперника. вот эта магия работает в выигрышах и проигрышах в казино и в онлайн казино то же самое. То есть вот это он часто задумывался, на что это похоже, когда ты получаешь выигрыш незаслуженно, а просто так. Скажите, как вам кажется, что еще мы в этой жизни получаем просто так? что нам не надо зарабатывать? Ну, я думаю, что просто так можно получить любовь, например. Именно. Именно. Это то, что ребенок получает от своих родителей просто так. Это то, что люди встречаются, не зарабатывают любовь, а как-то складываются или не складываются. И именно поэтому, мне кажется, победа в азартных играх. Это та самая подделка замены любви. Недополученная получается. Беда в том, что подделкой никогда нельзя заменить настоящее. Мы это знаем. Мы не можем заменить любовь выигрышем в казино или инъекции и наркотик. Мы можем получить иллюзию эйфории и удовольствия, но это как всякая иллюзия краткосрочна. Это ненадолго. Поэтому когда мы разбираемся с людьми, почему же они стали так ценить выигрыши, все к тому, что это люди, которым почему-то очень не хватает или не хватало ощущения любви к себе. В чем может быть семья, в которой его любят и пытаются спасать, оберегать. это очень старая история. И это история о ценности человека, о том, что делать его ценным в собственных глазах или в глазах окружающих. И это история о том, что я победитель, это тот, на который все смотрят с восхищением, с обожанием и так далее. Это тоже очень похоже на любовь. Это тоже то, что я обязательно должен достичь. Когда мы начинаем с игроками разговаривать, что же происходит, мы всегда выясняем, что почему-то когда они пришли к этому ощущению победы, достижения, все выясняем, что это люди, которые очень похожи на маленьких нетерпеливых детей. Что с детьми часто происходит? Они не умеют терпеть. Они никогда не получают то, что хотят, они скандалят, кричат и так далее. С нами со всеми это бывает. Мы все эти стадии проходим. Ты родился на свет и какое-то время, то, что называется иллюзией детского всемогущества, твое любое желание удовлетворяется. Ты хочешь есть, ты кричишь, ты сразу получаешь грудь или бутылочку. Ты мокрый, тебя перепеленают, тебя возьмут на руки, будут возиться, разговаривать, играть с тобой. Ты будешь все получать. Но у каждого из нас в какой-то момент наступает ощущение, что этот период закончился. Какой-нибудь ребенок кричит, говорит, хочу есть, подожди. Я хочу то-то, подожди. Сейчас с этого момента каждый человек начинает понимать горькую истину, что между возникновением потребностей или желанием и реализацией проходит пауза. Необходимо научиться держать паузу. Исследования было, что дети, которые умели держать паузу, в дальнейшем вырастали более успешными, не люблю это слово, успешными, честно говоря. Но они добивались успеха больше в работе, академических успехов и так далее. Вот игрок это тоже ребенок, который умеет держать паузу, потому что среди игроков было, кстати, достаточно много бывших спортсменов. Что такое спорт? Ты тренируешься годами, ты любишь какие-то соревнования, выигрываешь. Не всегда, при этом тебе выигрыш не гарантирован. Опять долго-долго тренируешься и где-то возможно и нет. То же самое в отношениях ты как-то выстраиваешь в учебе, в работе ты продвигаешься куда-то. И люди, которые в душе свои все те же дети, которые не умеют держать паузу, в какой-то момент злая судьба заносит их в казино. Виртуальная, настоящая, неважно. и вдруг возникает магическое ощущение. Здесь эта реальность изменилась. Я делаю какую-то ставку, мне не надо ждать результата очень долго. Я могу получить его сразу же. Обычно очень впечатляет какой-нибудь первый выигрыш. Это такое чудо. Я вложил столько-то, а получил столько-то. Причем столько-то может быть в десятки, а то и в сотни раз больше, чем ты вложил. Если сильно повезет, то и в тысячи. и вот это испытанный образ, испытанное ощущение застревает в памяти навсегда. И я хочу снова и снова это повторять, я хочу снова и снова это испытывать. И даже если уже неудача, и это все не срабатывает, и мне приносит наоборот горе, и расходы, проблемы в отношениях с работодателями, с семьей, с чем угодно. Потому что постепенно зависит все от пожирать две вещи, точнее три, твое время, твои финансы и твои эмоции. Тебе не хватает ни времени, ни финансов, ни эмоций, ни на себя, ни на свою семью, ни на своего рода, вообще ни на что, все рушится. Это очень напоминает, помните эта история про карго-культы? Да. Когда, напомню вкратце, когда-то во время войны где-нибудь в Африке были военные базы, куда прилетали самолеты, сбрасывали провизию, инструменты, одежду, и это стало религией. То есть давно базы исчезли, а жители тех мест продолжают вспомнить некие ритуалы. Они маршируют, одеваются во что-то похожее на форму, с палками, изображающими автоматы или винтовки. Все ждут, когда на тебя снова как когда-то свалится благословение богов в виде всякого имущества. Та же история происходит с игроками. Они снова и снова ждут, когда боги пошлют им милость, когда они снова получат эту любовь к материальному выражению. Сколько это не настоящая любовь, а подделка, как мы уже говорили, получение ее это кратковременный эффект, похожий на инъекцию наркотика. Нужно снова, снова и снова. Более того, поскольку где-то внутри у человека работает такая счетная машина, где-то копится информация за эти годы, сколько я уже проиграл. И чем больше десятки тысяч, которые ты проиграл, тем меньше тебя родут выигрыш. 5 тысяч, 10 тысяч, это не исчерпает всего того, что ты уже проиграл. Ты снова и снова должен отыгрываться. Что со всей этой историей делать? Что делать с этим вообще? Что делать с этим в условиях карантина? Здесь, как всегда, есть вещь, которая необходима осознать самому игроку и вещь, которая необходима осознать его близким. что касается самого игрока. Те критерии, о которых мы говорили, когда человек должен сам себе честно ответить, сколько времени и денег у него уже на все это уходит. Вот сказать, да, меня зовут так-то, я алкоголик, да, вот это примерно. Да, труднее сказать самому себе, потому что признать свою беспомощность бессилия перед зависимостью, это прямо противоположно желанию ощутить себя победителем. То есть я принес никакой не победитель, что на самом деле все у мне очень плохо, что я совершил какие-то разрушительные действия, что я болен и нуждаюсь в помощи. Вот это признать очень трудная задача. Эта фраза я могу бросить в любой момент, это часто фраза в устах любого зависимого человека. В тот момент человек понимает, проблемы с деньгами, что его время уходит в огромных количествах. Человек тем более понимает, что у него есть кредиты и долги, которые все время растут. А есть люди, которые начинают просто воровать из дома своих близких, украшения жены, деньги родителей и тому подобные вещи. В тот момент ты понимаешь, что в общем-то игра вышла на передний план в твоей жизни и стала основным ее смыслом и наполнением, все остальное какие-то досадные помехи или повод для раздражения, как это первое, что человеку стоит осознать, что он бессилен с этим справиться самостоятельно. Это первый шаг к тому, чтобы искать помощь. что могут сделать близкие такого человека, как они могут заметить. Близкие, к сожалению, как сами люди, им очень не хочется это осознавать. Они всегда ищут, как хороший адвокат или судья, оправдание для подозреваемого в чем-то. Всегда хочется принимать его объяснение на веру, верить его честному слову. То есть не хочется замечать. Более того, когда уже трудно не замечать, близким хочется помочь. И они делают как раз то, что делать точно не надо. Во-первых, они начинают, это то, что называется созависимостью, они начинают бесконечно жить и думать жизнью этого своего близкого человека. Своя жизнь куда-то девается. Во-вторых, из лучших побуждений не начинают платить его долги. Худшее, что можно сделать, это платить долги. Потому что, когда человек достаточно взрослый понимает, что есть долг, нужно с ним разбираться. Это я лишусь жилья, я лишусь машины. И кто, как говорили, придут менеджеры по долгам с бейсбольными битами и будут тебя убеждать вернуть этот долг. когда за человека долги платят, он может искренне благодарен, может даже искренне думает, что он больше не будет играть, но внутри есть ощущение тоже в детском уровне за меня решили, опять это чудо произошло. Значит, я могу снова брать в долг. Значит, долги, скорее всего, человек берет долг, естественно, смысле я сейчас выиграю и все верну. но где-то внутри уже есть чувство, что даже если я проиграю, опять кто-то за меня этот долг отдаст. Что еще начинают делать близкие? они начинают человека врать. Человек должен, человек прогуливает работу, и близкие охотно за него врут. Он заболел, или он в таком состоянии, вот у него сейчас такое настроение, он ничего не может. То есть близкие пытаются спасти, на самом деле не делать все то же, что человек играющий делает сам с собой. Он, играя, бесконечно далек от реальности. Он бесконечно далек от реальности, и близкие точно так же создадут ему иллюзорную реальность, в которой ты, проиграв деньги, можешь жить, пить и есть. У тебя все равно, ты ни в чем не нуждаешься, тебя везде утешают, и так далее, и так далее, и так далее. Тоже нужно все-таки тогда сделать. Во-первых, близкому, чтобы они, если вы видите, что у вас есть близкий человек, который работает, у него почему-то все время нет денег, они под каким-то предлогом все как-то исчезают. И стали замечать, что у человека стали пропадать его собственные вещи или ваши собственные вещи. Это тоже сигнал тревоги. То есть не врать себе, не дать человеку обманывать вас. Момент истины наступает тогда, когда вы вместе собираетесь, и это правда выясняется. Правда и для самого человека, и для близких. Причем само выяснение правды, то, что человек говорит, да, я играю, я зависим и так далее, это еще не лечение. Когда говорят, он признался, дал мне слово, и больше него не будет, это очередная ступенька самообмана. поэтому есть достаточно жесткая формулировка, но она работает. Если ты хочешь лечиться, мы тебе поможем, мы тебя поддержим, мы тебе временно поможем, но потом ты эти деньги нам вернешь. Если ты не хочешь лечиться, ты можешь жить отдельно и не разрушать нашу жизнь. В наше время, когда люди, как мы говорили сегодня, играют онлайн, неважно, онлайн-казино, онлайн-тотализатор и так далее, что нужно сделать с играющим человеком? В первую очередь лишить доступа к деньгам. Это все очень непопулярно у игроков решение, лишить их денег, как лишить воздух. Первое, чего стоит добиться, если ты хочешь лечиться, отдай мне свою кредитку. Я тебе буду давать деньги на пропитание, на сигареты, если надо что-то купить, я куплю вместе с тобой, но твоей кредитке быть не должно. И это очень... Твоей кредитке у тебя быть не должно. Очень болезненный шаг. Человек придет свою беспомощность и отдает свои финансы, свою энергию в чью-то власть. Но это шаг к исцелению. А для людей, которые в нынешних условиях играют онлайн, это единственный возможный способ. потому что для игрока держать деньги, кредитку, возмущить кредит, зарплату на нее и пытаться бросить игру, то же, что для наркомана бросать наркотики, но носить героин в кармане постоянно. Это очень жестокое испытание, которое ничему хорошему не приводит. И вот то, что обычно звучит в программе «12 шагов» и так далее, ты должен признать свое бессилие. Это унизительно, наверное, тебе кажется, но только с этой точки начинается отсчет твоего шанса вылечиться. Поэтому в тот момент, когда ваши близкие признали, что у вина лишь выиграть, только когда вы сам про себя поняли, что вы играете, в этот момент вы начнете комплекс мер, который вам подскажет любой практикующий психиатр и психотерапевт. Но особенно подчеркну в нынешних условиях особой уязвимости, тревоги, напряжения, отсутствия каналов для выхода эмоций, бдительность к тому, чтобы не стать зависимым игроком или не уйти совсем глубоко в этом направлении невероятно важна. Спасибо большое, Резник Мартов, врач, психиатр, психотерапевт был в нашей студии до следующего понедельника. День в день. Ч GTA.